Все изученные нами ранее типы данных являлись неизменяемыми. Это означает, что если мы хотели изменить, скажем, число или строку, нам необходимо было создать новый объект. Со списками это не так. Мы можем явно изменить значение элементов списка. Например, если у нас есть все тот же самый список студентов, мы можем явно указать, что теперь мы хотим, чтобы значение списка с индексом 1 было равно строчке Олег. Тогда, если мы выведем новое измененное значение списка, мы увидим, что действительно в элементах списка у нас осталось 3 элемента. Элемент с индексом 1 это стал Олег, а остальные 2 элемента не изменились. Как были Иван и Саша, так и остались. Помимо явного изменения значения элемента, мы можем изменять список, добавляя в него новые элементы. То есть, пускай у нас есть некий список, мы можем использовать функцию append, метод, который мы применяем к списку, где параметром функции append является новый элемент. Этот элемент будет добавлен в конец списка. Помимо функции append мы можем использовать для добавления элементов оператор плюс равно, где слева от оператора мы пишем список, к которому мы добавляем элементы, а справа мы пишем другой список, ну или некую последовательность элементов, которая будет добавлена к нашему списку. Обратите внимание, что в данном случае мы добавили элемент Ольга, и у нас в списке стало 2 элемента Ольга. Список вполне может иметь повторяющиеся элементы, никаких проблем здесь нет. Мы можем добавить к списку другой список, который содержит несколько элементов, оба эти элемента будут добавлены в конец. Используя данные методы и операции, можно добавлять элементы в список постепенно. Часто сначала создается пустой список, который не содержит никаких элементов, это просто квадратные скобочки, и потом элементы по одному, например, в цикле, добавляются к этому списку. Мы можем также вставлять элементы куда-то в середину списка. Для этого можно использовать метод insert у списка. При этом мы указываем первым параметром этого метода позицию, в которую мы вставляем элемент, а вторым параметром функции мы указываем значение, которое вставляется. Таким образом, у нас был список из трех элементов. Мы поставили на позицию номер 1 элемент Ольга, при этом все элементы, которые стояли правее на позиции 1 и правее, сдвинулись на один элемент вправо. То есть Маша раньше была на позиции 1, Саша была на позиции 2, сейчас они стали на позиции 2 и 3 соответственно. И длина списка в целом увеличилась на 1.